В Общероссийском народном фронте прошло заседание рабочей группы, посвященное кадастровой оценке объектов недвижимости. Актуальность этой проблемы связана с тем, что президент России Владимир Путин в своем послании дал поручение правительству до 1 июля 2018 года внести поправки в Госдуму с тем, что налоги, которые исчисляются от кадастровой стоимости объекта, были соразмерными, справедливыми и по карману рядовым гражданам. О том, насколько безболезненным этот переход будет для жителей Ненецкого округа, расскажет Любовь Пермякова. С 1 января прошлого года наш регион перешел на исчисление налога на недвижимость, исходя не из инвентаризационной оценки БТИ, которая существовала ранее, а от оценки кадастровой стоимости. По словам сопредседателя регионального штаба ОНФ в Ненецком автономном округе и члена Ассоциации юристов России Валерия Чупрова, разница между этими оценками весьма существенная. А это значит, она отразится на карманах жителей округа. Совсем скоро каждый гражданин сможет в этом убедиться, получив извещение на уплату налога за прошлый год. Чтобы цифры в квитанции не шокировали людей, сегодня за круглым столом представители региональной власти с фронтовиками решали, какие шаги нужно предпринять, чтобы такой переход был максимально комфортным. Для жителя, для гражданина и понятной процедурой, и удобной, и максимально быстрой, ну и желательно дешевой. Потому что на сегодняшний день случаи оспаривания, они есть и значительно снижают и в два, и в три раза кадастровую стоимость соответствующей комиссии. Но стоимость этой услуги, допустим, от 15 тысяч рублей. Поэтому вызывают большое опасение, насколько мягко и комфортно это все будет проходить. Большое внимание на встречу было уделено вопросу создания специального государственного бюджетного регионального учреждения. Это обязывает сделать федеральный закон 327. Учреждение и будет оценивать все объекты недвижимости на территории округа, а также заниматься рассмотрением жалоб, споров, обращений по пересмотру кадастровой оценки. Округ уже ведет работу по этому направлению. И вероятнее всего, с 1 июля 2018 года такое специальное учреждение будет создано. Ну а пока гражданам придется набраться терпения. Будет определенный такой период безвремени, так скажем, когда вновь созданное учреждение произведет государственную кадастровую оценку. Но для нас с вами, как жителей, как собственников каких-то объектов, она станет реальной и отразится на наших налогах, на наших кошельках только в 2020 году. То есть нам еще полтора года, хотим мы этого или не хотим, жить по той оценке, которая зафиксирована на сегодняшний день. По итогам заседания рабочей группы члены ОНФ рекомендовали региональным исполнительным органам власти разработать дорожную карту по созданию нового государственного учреждения. И с помощью средств массовой информации разъяснять те изменения, которые происходят в сфере кадастровой оценки недвижимости. Продолжение следует...